Я окашусь с этой дружбой, она отчисляется десятилетиями. Мы всегда, когда были молодые, или как сейчас, просто молодые, всегда очень добрые отношения, и я думаю, они также будут продолжаться. Говоря о Федерации спортивных журналистов, мы ее расценим как боевой отряд нашего Олимпийского комитета, потому что без вашей поддержки, без вас и острого пера, и мудрых каких-то репортажей, которые вы всегда делаете очень правильно и своевременно о спортивном Олимпийском движении в нашей стране, они очень ценны для нас, и мы надеемся, у нас эта дружба будет и дальше продолжаться, таким же вот очень хорошим темпом развиваться. Говоря об Олимпийских играх, наверное, хотел бы сказать, что действительно вот такого сложнейшего положения и сложнейшей ситуации, в которой сегодня находится наше спортивное движение, наверное, не было ни в советские времена, ни в российские периоды. Ну, вы знаете, о чем идет речь. Но вместе с тем, формирование нашей команды идет. Мы ведь сейчас активно работаем, потому что практически то, что абсолютное большинство наших спортсменов, они не имеют никаких претензий по допинговым делам. И на сегодняшний день, если говорить о очистном составе, то порядка 380 спортсменов будут в составе нашей делегации. Вот, мы понимаем, что вопрос еще идет и по легкой атлетике, но надеемся, что этот вопрос будет решен положительно. И мы продолжаем активную подготовку. Хочу сообщить о том, что мы договорились с Оргкомитетом Игора о том, что наша делегация, российская делегация будет проживать в одном доме. Мы, вы знаете, в Олимпийской игре там множество домов. Те мелкие делегации, поменьше наши, они там будут, условно, 2-3 в одном доме. Наша будет одна, проживать. Мы, соответствующим образом, оформим наш дом. Тот, кто поедет на Олимпийские игры издалека, мы увидим наши флаги рассвечивания, которые будут на нашем доме. Вот, все необходимое сегодня практически уже решено. Олимпийским комитетом, Министерством спорта, Федеральным медико-билогическим агентством будет работать штаб, будет работать медицинский центр. Все необходимое мы завезем, оборудуем, проблем там не должно быть. Помимо этого, 28 июля у нас полетит чартер совместно с Аэрофлотом. Мы договорились, что это будет большой самолет, боек 777. Вот, всех, кого нам в этот чартер уже пригласили, если кто-то еще не определился с перелетом, то тоже может обращаться, мы можем кого-то и забрать туда. Думаем, что это нормальное явление. В первую очередь, в этом чартере планируются наши игровые команды, волейбольные, и волейбольные команды, и горбольные девочки, потому что хотелось бы для них создать более благоприятные условия, с учетом там, и Ростове со мной показать, и так далее, и так далее. Помимо этого, 22-го числа, 22-го июля в Александровском саду и в Кремле мы планируем провести торжественные проводы нашей команды, ну, фактически часть команды, потому что кто-то уже уедет на сборах, кто-то, значит, не сможет быть по причине того, что сборы проходят в других местах. Поэтому определенная часть, там одна треть нашей команды планируется быть. Мы хотим разложить святые в могиле неизвестного солдата, вот, там все договоренности есть, и потом еще в Кремле провести такую небольшую церемонию проводов. Я думаю, что это очень важно, потому что патриотический настрой сегодня очень важен, психологический настрой для команды в этих непростых условиях. И мы постараемся сделать компактно, не растягиваясь, не затягиваясь, чтобы не отвлекать наших спортсменов. Помимо этого, вы, наверное, знаете, но я еще раз повторюсь, 3 июля у нас фактически, ну, такое, опять же, как поднятие флага в Олимпийской деревне, это каждая страна поднимает свой флаг в разное время, но нам назначено вот 3 числа, 18.00, я еще раз приглашаю тех, кто будет в это время, пожалуйста, мы закажем необходимую пропуска и пригласим тоже на это мероприятие. Помимо этого, как вы знаете, открытие. Открытие тоже там, значит, есть некоторые ограничения. Сегодня Международный Олимпийский комитет и Орг. комитет, они ограничили количество служб, чем персонал на открытии, минимальное количество. Ну, в первую очередь, это делается для того, чтобы сократить вот эту процедуру прохождения по стадиону. Ну, и второе, как американцы выходят, они занимают всю дорожку стадиона 400 метров. Там непонятно, кто спортсмен или тренер. Поэтому позиция вновь, что должны, в первую очередь, быть, конечно, спортсмены и так далее. Хотя не всегда это, ну, и возможно, потому что на следующий день соревнования, старты не все могут. Во всяком случае, вот это новшество впервые будет применено на Олимпийских играх. Вот, ну, мы...